Внедрить свои реформы в украинский медиарынок стремится каждое новое правительство. И закономерно, что отказ от аналога снова на повестке дня. Сама по себе технология аналогового вещания устарела. Многие украинцы сами от нее отказались. Поэтому новшество не затронет телезрителей спутникового и кабельного ТВ. Реформа ударит скорее по малоимущим слоям населения. Действовать придется тем, кто по-прежнему ловит сигнал на комнатную или выносную антенну. Им предстоит покупка нового тюнера или телевизор с уже встроенной системой Т2. Зато бонусом цифровых приемников станет доступ к интернет-контенту. Потребителям потребуется дополнительная коробочка или уже встроенный преобразователь непосредственно в телевизор. Это несколько удорожает, скажем так, вопросы. Не все еще приобрели такие коробочки. Но я вам скажу так. С закрытием таких сервисов, как EXUA и прочее, многие перешли на цифровые варианты просмотра, тех же фильмов и так далее, потому что благодаря этим преобразователям можно подключиться в том числе к интернет-телевидению, к каким-то легальным, не совсем легальным сайтам и смотреть не совсем легальный контент, в том числе, а имеется в виду с точки зрения правообладания. Цифровое вещание более качественное с точки зрения передачи. Но противники отказа от аналога находят и политические аргументы. Это якобы попытка нынешней власти подорвать влияние на электорат части оппозиционных телеканалов. Не имея цифровой лицензии, они просто исчезнут из эфира. В Одессе такая лицензия есть у большинства каналов, в том числе у репортера, но еще десяток вещают лишь в аналоговом формате. Правда, по словам ряда экспертов, массовых отказов в выдаче цифровых лицензий нет. Да и при желании рынок могли давно бы очистить от неугодных каналов. Была у всех возможность подаваться, и, насколько мне известно, не было ни одного одесского канала, который реально хотел получить эту цифровую лицензию, но не получил. Вот не дали, политически такого не было. Я был на конкурсе, в принципе, там даже были одесские каналы, которые подались, но не приехали, и они не получили. Поэтому вот ситуация такая, кто захотел, тот эту лицензию получил и будет продолжать работать. Скептики же уверены, что форматировать медиарынок раньше не могли из-за технической составляющей. Провайдер цифрового вещания «Зионбуд» и сейчас заявляет, что для полного покрытия территории Украины цифрой им необходимо докупить передатчики. Более того, от государства требуют на это 100 миллионов гривен. Любопытно, что «Зионбуд» является цифровым провайдером-монополистом. Вероятно, правительство все же пойдет на его условия. А пока переговоры продолжаются, владельцам старой техники стоит готовиться к покупке тюнера или нового телевизора. А иначе...